Есть законы природы, с которыми вы не согласны, законы зла тоже законы природы, вы не соприкасаетесь с ними, и законы добра вы соприкасаетесь с ними, так вы умиротворяетесь, так вы просветляетесь. Все законы зла зиждятся на нашем эгоизме. Почему это со мной? А почему я? Почему так они не справились ко мне? Я, 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 и вот это вот начинается напряжение с миром, с окружающим, с самим собой, мне плохо становится, потому что я, я, я только о себе начинаю думать, и все, у меня начинаются проблемы. Что, я недостоин лучшей жизни, что ли? И кто виноват? Ты виноват, не я. И ты виноват. Ты про меня говоришь? Нет, все другие виноваты. Я не виноват. Я могу массу аргументов привести, почему я так поступил. Я оправдываю себя, я стараюсь так поступать, я живу таким образом. Это умопомрачение. И просветление, это другая сторона жизни, как бы, вот с ней, как соприкоснуться, вот это, это тайна. Вот в этом секрет. Как выбрать, как вот выбраться из этого помрачительного состояния в просветление. Говорится, что сам человек не сможет это сделать. Собственными силами вытащить себя из болота рукой не сможет. Хотя интересный фактор есть, знаете, не подтверждающий то, что я сейчас сказал. Один психиатр сделал это. В прошлом веке, в начале прошлого века он жил. Сейчас он в некоторых кругах очень известен, потому что на его труде сейчас много полезного открыли, а в то время был незамечен. Он исследовал массу душевно больных людей, сотни, где-то 500-600 человек внимательно исследовал в течение жизни. Пришел к одному выводу, что все психические лаконии, все, любое умопомрачение основано на конфликте с собственной совестью в сердце. Я и почему со мной, я и почему со мной вот это все, вот этот мир, вот эти люди, вот этот Бог и все, что бы там ни было вокруг, почему так ко мне? Я не согласен с этим. Это путь суицид идет, атмаха. Санскрит атмаха, атма, я, ха, убийца. Так я себя убиваю. Против себя действую. Обвиняя других, я врежу себе, на самом деле. Он изучил, сделал такой вывод. Но интересно, что этот человек сам заболел от психической болезни. Был признан душевно больным, оказался в клинике. Еще более интересный, необычно, совершенно речайший случай, что он сам себя исцелил. И он этот метод описал. Это редкий случай, знаете. Сам себя исцелил от душевной болезни человека. Это редкий случай, правда. И он описал этот метод. Что самое важное для просветления человека? Это общение. Не просто общение. Общение с теми, кто вам очень дорог. Это одно. И второе. И он может вас простить полностью. Это исцеляет душу. Если у вас есть такой человек, вам очень повезло. Очень вам дорог. Ну, ради которого вы живете. Перед которым вам стыдно. Будет за что-то. Или наоборот, гордость, если он скажет. Да, хорошо. Это ваша жизнь. Связано с ним, с таким человеком. Таких людей сейчас все меньше и меньше у нас жизни становится. Перед которыми мы так вот дорожим. Или общество, которое мы очень дорожим. Мы не можем, знаете, выглядеть перед обществом изгоями. И мы стараемся соответствовать. Потому что это дорого. Нам общение социальное. Эти люди. Я не могу выглядеть плохо. Поступать плохо. Портить репутацию свою у этого общества. Я не перенесу, если меня изгонят из этого общества. Мне легче умереть. И вот вдруг я совершаю оплошность. И я изгой. У меня конфликт. Внутри. Я не соответствую. Я не признан. Я никому не нужен. Я теряю ценность, понимаете. Мне плохо. Я думаю, боже мой, мне нужно точно исчезнуть куда-то. Суицидальная страна появляется. И начинает развиваться вот эта вот скрытность. А, дай-ка я скрою все это. Я же не могу потерять эту дорогую. Другую жизнь для меня. А если я скрою, никто не узнает. А как скрыть? А я что-то сделаю хорошее, вы знаете. Вот это плохое я скрою. А хорошее что-то сделаю. И люди обратят внимание, что я хороший. Я подменю эту ценность. Этот путь идет в разрушение. Начало пути. Значит, начало хорошее. Моя ошибка. Из-за этой ошибки я говорю. Я поступаю. Скрытность начинается. Скрытность от людей. Хорошо. Возможно. Но как я скрою? От собственной совести начинается конфликт. Лицемерие становится моей природой. Простите. Мне трудно общаться с честными людьми в этом случае. Это искусственные улыбки. И искусственные фразы. Начало подражать этим людям. И я чувствую, что я не могу жить в маске долго. И тогда я ищу других людей, другое общество. Где такие же лицемеры, тоже скрытные. И там нам хорошо. Я нашел себе свое место. И он привел пример, этот психиатр. Один человек из его пациентов один был. Он родился в очень религиозной семье. Вырос. С очень строгими правилами. Одно из строгих правил было «не прелюбодействуй». Строго. Он стал уже взрослым юношей. И понял вдруг, что не соответствует высшим стандартам своей семьи. Но он не хотел выглядеть изгоем. Не хотел становиться изгоем в своей семье. Нужно найти решение. Как же быть? Как же сохранить свою репутацию? И при этом вот этот порог у меня проявляется. Я привлекаюсь чужими женщинами. Нашел выход, нашел служить в армию. Где он герой в погонах. И одновременно есть какой-то компромисс. Но он там выглядит полноценным человеком. Это один из примеров этого психиатра. Как люди строят отношения, чтобы любой ценой выглядеть признанными. Это очень дорого для нас. Если мы не можем быть признанными высшей частью общества, мы находим другую часть общества. Но признание – это наша жизнь. Где мы чувствуем, что мы ценны и нужны людям друг другу. Это он описывает, как это происходит дальше. Скрытность. За скрытностью потом. Даже он получает славу. Он подменяет эти все свои пороки чем-то другим. И даже продвигается по службе. Да, он может показать, что он великий человек в чем-то. Но при этом возникает неудовлетворенность. Потому что этим стандартам не соответствует стандартам счастья. Внутри он неудовлетворен даже, когда он имеет славу, деньги, все что угодно. В сердце его совесть не соглашается с этим. Этот свидетель. И тогда он начинает пускаться в поиски недостатков окружающих людей. Вы мне завидуете. Вы недостаточно уважаете. Начальник, он очень беспокоится. Его слава и его положение начинает принижать роль других людей. И далее, если идти далее, далее, далее в эту сторону, умопомрачение заканчивается параноидальными синдромами. Весь мир – дерьмо. Он говорит. То есть все это мы видим. Жизни, все эти проявления от какого-то высших слоев, скажем, да, уровня отношений, где есть дорогие люди. И можно идти ниже, еще ниже, еще ниже. И куда? В умопомрачение. Психиатрические уже отклонения. Сегодня норма, то, что мы считаем в психике, лет 20-30 назад было отклонением. Многие люди, честно говоря, не соответствуют тем нормам, которые были несколько десятков лет в психиатрии. Сегодня такая ситуация. Точную статистику не скажу, но вот есть такие критерии, сниженные уже стандартами. И какой же выход он находит? Честности. Но, вот это но, вот это серьезный момент, не с каждым человеком, не тот, кто вас осудит, предаст анафеме, растопчет ногами за ваши пороки, не тот, кто дальше вас обесценит и всем еще объявит об этом. Бойтесь таких людей. Это демоны. А тот, кто исполнил сострадание к вам по-настоящему и готов простить все это. Знаете, в традиции христианской есть, да, покаяние. Войдете к священнику, и там строгие законы. Он никому не должен говорить о ваших признаниях. Да, если придет из полиции следователь, этикет не позволяет. Простите. У вас есть законы государства, и законы духовные не позволяют этикет. Я не имею права говорить об этом. Я не должен это распространять или шокироваться грехами какого-то человека. Я должен сострадать и прощать от имени Бога. Такой человек и считается представителем Бога в этом мире. Но это нужно уметь делать. Это называется состояние просветления. Прощать и признавать эту ценность, эту душу, даже падшую. Прощать и признавать эту падшую душу. Если это искренние отношения, вы исцеляетесь. От любых психических отклонений. И он сам себя излечил таким образом. Этот психиатр. После этого он писал книги. В то время его не поняли, потому что господин Фрейд был в ареоле славы, и он затмил его. Не заметили его трудов под влиянием Фрейда. А Фрейд что писал? Господин Фрейд писал, что главная движущая сила это сексуальная энергия. И вот это стало модным. Это подхватили общество. То, что они ожидали. Это называется состояние возбуждения. Это еще не наука. Состояние возбуждения это не настоящая наука. Кажется. Субтитры создавал DimaTorzok